Магазин Воркаут это лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице. Хочешь накачать стальные мышцы как у Арни? Тогда закажи себе настенный турник, утяжелители для ног или набор резиновых петель для тренировок. Хватит киснуть у монитора, разомни мышцы при помощи крутых спортивных товаров от магазина Воркаут. Доступны цены и доставка по всей России. Ссылка в описании. 13? Вообще-то тебе было 10 лет. Даже когда ты 1000 проверяет твои данные через базу данных полиции, компьютер выдает возраст 10 лет. Черт меня подери, и этот коротышка лидер человечества? Где были глаза каста дела, когда утверждали на роли этого шибздю? Неужели трудно было подобрать похожий типаж аналогичного Джона Коннора образца 91-го года? И как-то мало верится, что после событий второго фильма Джон так смог опуститься по жизни, куда подевалась смелость и стремление к бунту. Но не может слабый бесхарактерный человек без определенного места жительства быть лидером сопротивления. Человеком, на которого будет возлагать надежды весь мир. Он безнадежен. Из всех человеческих костей в воде сохраняются только черепа. Остальные кости, по мнению режиссера, наверное, растворяются. Уже не раз было показано, что терминаторы прекрасно бегают. Если сейчас идет наступление на остатки человечества, почему роботы передвигаются как черепахи? Разве они не должны носиться как угорелые, заходить в тыл врага и нести волниеносную смерть всему живому? И какого хрена в разгар боя эти медленные тарантасы ковыляют плотными группами? Скайнет, наверное, не в курсе о поражающей площади гранат, ракет, мин и взрывчатки. Что мешало Тиэкс сразу после прибытия наколдовать себе одежду, чем расхаживать голышом по улицам. Это ей повезло, что сценарист, кроме одинокой дамы с машиной, больше никого не стал помещать рядом на этой улице. Чудо будущих технологий. Тиэкс, сложив губки трубочкой, коннектится через мобилу и махом отыскивает всех сторонников Конора. Всю их подноготную и даже состав ДНК. Что сексуально? Секрет Виктории. Если одежда Тиэкс – часть жидкого металла, откуда звук натягивающейся кожи? И какой смысл отвлекать грудью полицейского, если Тиэкс тут же с ним расправляется? Хорошее оружие. Сэр Пентагон предлагает использовать искусственный интеллект с целью поиска и уничтожения вируса. Надо начать, и вопрос решится за пару минут. Но в эти минуты все на планете окажется под властью электронного мозга. Так-так, то есть у амеров имеется искусственный разум, способный в секунду проломить систему защиты всех государств и взять всю инфраструктуру земного шара под свой контроль? Да как военные США в принципе могут даже на секунду допускать мысль об использовании подобной программы? И раз, пока Скайнет находится в выключенном состоянии, как он сумел проникнуть в систему гражданского сектора? А если все же сумел, для чего ждал, пока брустер его активирует? Почему он самостоятельно не взял под контроль военные системы, если уже и так свободно разгуливает по сети? Если температура временной капсулы настолько высока, что песок расплавляется в стекло, почему тогда не плавятся ступни пальца на руках терминатора? И как за пару секунд стекло остыло и затвердело? Когда терминатор сканирует одежду вышибалы, слово брифс, трусы, написано с ошибкой. Наверное, прошивку для восьмисотых писал не сильно грамотный программист. Странности прошивки терминатора продолжаются. Зачем мужской модели терминатора в принципе сканировать женскую одежду? А если ненароком в баре сидела бы толстушка с нужными параметрами? Робот что, оделся бы в платье? Как удобно, что мужик с подходящими вещами выперся на сцену, прямо как только Арни зашел в бар. А скажем, не через пару часов. Терминатору не понравились очки, словно он видел себя со стороны. Да, и что за маня такая к очкам у модели Т-101? Это что, обязательная часть задания? Водителя, чей пикап угоняет Арни, кроме как дебилом и назвать нельзя. Мало того, что хранит на самом видном месте дробовик, так еще держит в машине швейцарские часы Одемар Спеге стоимостью 13 тысяч долларов. Тут есть больница недалеко, человеческая. Тут, а мне нельзя. Почему нельзя? Неужели будущих лидеров сопротивления, а ныне обычных строителей, в больницах перестали обслуживать? Конор стоит перед Кейт, убитый в умат. Как только девушка запирает его в клетке, он уже бодрячком в полном сознании. Только, чтобы сюжет стремительно запестрил яркими красками, Текс, вместо того, чтобы разыскивать Кейт среди ночи у нее дома, решила первым делом наведаться к ней на работу. Катрин Брустер? А чего ты спрашиваешь после того, как уже укокошила женщину? До этого ты же всегда перед убийством уточняла, кто перед тобой стоит. Вы серьезно? У женской модели Терминатора датчик анализа крови находится на языке? Почему более старая модель Т-800 способна определить температуру тела на расстоянии? Судя по твоей температуре, размером зрачков... Наверное, хитрюга режиссер не смог не заставить фотомодель пососать свой палец на камеру. Хм, Кристиночка милая, плохо пальчик облизала, давай еще дублик. И каким образом более навороченная Текс не в состоянии услышать, как в двух метрах от нее девушка в страхе дышит словно паровоз? Женские модели киборгов Скайнет помимо сосательного рефлекса еще и оборудованы системой имитации оргазма при обнаружении важной цели. Здесь был Джон Коннор. Где он сейчас? А, ты решила ее допросить? Тогда зачем еще 10 секунд назад старательно пыталась прострелить ей голову? И зачем нужно было Кейт куда-то швырять? Допросить прямо у машины не судьба? Само собой, добрый Терминатор появляется в самый подходящий момент. И на секунду не сомневаясь, проделывает опасный трюк над той, кого вели нас беречь. При этом Т-800 также хрен знает почему, решил наведаться ночью именно в клинику. После того, как 800-й впечатал Текс в стену, двери пикапа частично находятся в стене. В следующем кадре Терминатор спокойно открывает дверь. Еще мгновение и кабина уже целиком находится в здании. Киборги в этом фильме фантастически супер медленные. Сначала Т-800, прекрасно зная, что Текс скоро придет в себя, предпочитает искать Джона вальяжным медленным шагом. А затем и сама Текс без причины продолжает валяться под грудой камней, пока основная цель приспокойненько не слиняет куда подальше. Т-800 не запрограммирован использовать укрытие или уклоняться при встрече с противником, превосходящей его в огневой мощи. Терминаторша, как и положено клишированному злодею, предпочитает не проверять, мертв ли ее основной противник или нет. Какая-то расфуфыренная чика среди ночи бродит среди пожара и трется у полицейских машин. Да и хрен с ней, нам всем сейчас не до этого. Ага, теперь понятно, откуда отечественный силиконно-резиновый перекачанный пуп спер идиотско-бредовую идею дистанционного управления транспортными средствами, в которых требуется вручную нажимать педали и крутить руль. Вы даже глупее, чем я думал! Джон хрен знает сколько времени назад скрылся в неизвестном направлении, но это нисколько не мешает терминаторши, мало того, что определить его точное местоположение, так еще настичь Джона на тяжелом неповоротливом автокране. Процессор терминатора, обрабатывающий 20 миллионов операций в секунду, не додумался прострелить автокрану передние колеса, что практически сразу привело бы кран в неуправляемое состояние. Что этим идиотским поступком хотело добиться ТИЭКС? Угробить несколько миллионов долларов бюджета фильма на бессмысленные разрушения? Этот фильм как-то помог настичь Джона или избавиться от Т-800? Нет. Стоит крюку только прикоснуться к машинам, как те непонятным образом тут же детонируют. Охренеть! От такого немыслимого сопротивления автокран терминаторши еще и от Джона не отстает, который, между прочим, на своем быстром пикапе уже должен был быть на деревне у дедушки. Но самое смешное наблюдать движение стрелы крана во время движения самого автокрана. Движение стрелы осуществляется за счет отбора мощности двигателя, поэтому автокран может либо ехать, либо работать. Плазменная пушка ТИЭКС какая-то странная. Терминатору, значит, только майку опалило, а вот пожарную машину в клочья разносит. Ну а по фиозам тупости становится ситуация, когда автокран весом несколько тонн опрокидывается обычным канатом из-под лебедки. Еще и канат, разрезающий асфальтовое покрытие, как нож масла. Мои главные цели, в прямой видимости от меня, преследовать я их, конечно же, не буду. Лучше вернусь в квартиру Кейт и дождусь, пока проснется жених, чтобы испробовать на нем свою соковыжималку. Ты хоть меня помнишь? Сара Коннор, взрыв Кибердайна, Астоловиста, бэйби. Ну все, сливайте масло, тушите свет. Как Коннор может задавать подобные вопросы, если сам участвовал в уничтожении того Терминатора? Сценаристы, стараясь как можно больше напихать отсылок к культовой второй части, даже не подумали, что заставляя Коннора произносить подобный бред, они заведомо делают его в глазах зрителя умственно отсталым. Он безнадежен. Есть два водородных топливных блока. Один из них поврежден пучком плазмы. То есть, при попадании в эту батарейку, будет уничтожен не только сам ее носитель, но и все находящиеся киборги вокруг. Особенно, если поврежденный киборг идет вот в такой плотной группе. Просто уникальное инженерное решение. О да, ведро конфет является важным продуктом питания человека. Походу, у Терминатора база данных продуктов для 4-летних детей. Вот обязательно нужно было открывать дверь прямо на заправке, чтобы Кейт устроил истерику на всю округу. Отъехать от общественного места и сделать это в пустыне, ну никак. Если требовалось только забрать оружие, Терминатор с таким же успехом мог бы по-быстрому и один сгонять за гробом. Но не тут-то было, нам же нужно сюжет продвигать. Правильно, зачем объяснять, как именно спецназ нашел героев на кладбище, когда время подошло для очередной экшн-сцены. Израсходованы патронов 760. 760? Серьезно? Стандартная коробка с патронами под пулемет Браунинг 1919 вмещает всего 250 штук. Надо вернуть Кэтрин Брустар. На кой черт она нам сдала? Ваши дети сыграют важную роль. Дети? Блин, ну превратили войну с искусственным интеллектом в какой-то семейный подряд. Только чтобы герои успели спасти Кейт, самая продвинутая модель Скайнет демонстрирует наивысший уровень кретинизма. Мало того, что ей не хватило мозгов пули подлететь Кейт и свернуть той шею, так еще, находясь за 50 метров от цели, сбрасывает с себя камуфляж. У РПГ-7 из трубы вылетает реактивная струя метров на 5. Так что Т-800 только что благополучно убил лидера сопротивления. А нет, все в порядке, только легкий дымок в салоне. Зачем Текс тянется в машину рукой, когда у нее имеется чудо-огнемет? Одна огненная струя и все, Коннор запекся как курица. Если героям срочно требуется новый транспорт, то не сомневайтесь, за первым же поворотом будет ждать удобный дом на колесах. Оставленный совершенно без присмотра, бери не хочу. Как по мне, терминатору стоило сразу весь гроб отнести к фургону, а не нарезать круги, таская по одной пушке. Вроде бы как время поджимает. Мы ее предотвратим! Времени не хватит. Запуск ядерных ракет в 18 часов 18 минут. Сегодня? Да? Что же тебя не отправили в прошлое на денек или на неделю пораньше? А что, если бы ты не успел найти Джона и Кейт? Вот любят спасители человечества делать все в последнюю секунду. Спасибо, что согласился. Благодарность не требуется. Я обязан выполнять твои команды. Ее команды? Вот она истина, Джонни. Стоит завести жену и все. Не только футбол нельзя посмотреть с друганами под пивко, но еще и любимого киборга и глазом не моргнешь, как перепрограммирует. Бросая ее к чертям. Что ты сдох, урод! А вот если серьезно, Кейт в будущем не подумала, что Т-800, возможно, не сможет ее найти в прошлом. Или до нее раньше доберется Т-Экс. Логичнее было бы, если бы приказы Терминатору был бы в состоянии также отдавать и Джон. Ой, умора, представляю, как это выглядело. Подходит, значит, Терминатор Т-800 к убежищу людей и кричит такой. Джонни, родной, выходи, это я, Терминаторушка твоего детства, которого ты расплавил. Я живой, пойди сюда, обними своего папку железного. И Джон спускается. Вот только так это могло выглядеть. Эх, что текущий Джон Коннор чучело болванное, что в будущем круглый идиот. Что ты сказал? Он безнадежен. Разумеется, стоило только Брустеру выпустить Скайнет, как ровно через минуту объявляются все ключевые герои картины. И каким образом им удалось пройти вооруженными до зубов самый центр военного штаба? У Гарри Поттера плащ-невидимку одолжили? Забудь об этом. Но больше всего поражает идиотский поступок Т-Экс, не имеющий под собой ни капли здравого смысла. Зачем ей потребовалось камуфлироваться под дочь Брустера, когда ей в образе офицера никто бы не помешал подойти к генералу и прикончить его? Арни, разрядив в Т-Экс магазин патронов, продолжает стоять на готове с гранатометом, но все равно не делает ровным счетом ничего, пока Т-Экс не выведет из фильма персонажа, который для сюжета уже не представляет никакой важности. Она вернется. Кому ты это сказал? Решил четвертую стену сломать? Хватит с нас Дэдпула и Владимира Миншова. Фигура вторая! Печальная. Т-800 весит 350 килограмм. Как он сумел забраться под потолок? Его Джон туда подсадил или он туда запрыгнул? Робот роботу друг. И поэтому Т-800 без проблем поливает с пулемета, где и близко нет спускового крючка. Понятное дело, первая версия Терминаторов, но о броне разве никто не подумал при проектировании боевой машины ближнего боя? Где, где эти коды? В красной папке. Вообще-то там было две красные папки. Везет, что Джон удачливый малый. Назад! Процессор, считающий выстрелы, не знает, оказывается, что у него пустой магазин. Если это Терминатор Терминаторов, самая крутая модель, тогда почему она так лажает? Да ты тысяча был в разы сильнее и опаснее, чем эта любительница ссувать в рот всякие тампоны. Ну надо же, Терминатор прикрывает голову руками. Неужели боится, что ему процессор встряхнут? Управление инфраструктурой комплекса, где разрабатываются секретные новейшие технологии, настолько упрощено, что справится даже уличный махатель кувалды. Главное в рубке повернуть самый большой рычаг и все в ажуре. Терминатор шо остановил магнит? Чего там? Давай и мы встанем как вкопанные. Когда должны улепетывать отсюда, что аж пятки бы сверкали. Тиэкс оборвала все направляющие тяги, на которых удерживалась голова киборга. Но это нисколько не мешает 800-му просто взять и поставить голову на место и вернуть полный ее функционал. На черта киборгу неоновая подсветка корпуса. Ее что, в West Coast Customs собирали? Такое совпадение, что в комплекте оружия Тиэкс имеется такая удобная болгарка именно для такого случая. Задание убить Джона Коннора, но я буду тебя швырять до посинения. А после и вовсе под действием силы воли возьму и поборю в себе вредоносный код, загруженный более современной операционной системой. Героям несказанно повезло, что именно сегодня на секретном правительственном объекте все находятся в увольнении. Так что добро пожаловать всем желающим. Вот этот вот опрометчивый, якобы спасительный поступок Терминатора можно смело поставить по уровню безбашенности в один ряд с аналогичным поступком ракеты из Стражи Галактики. Откуда Терминатор знал, что герои не находятся прямо под дверью ангара, что успеют укрыться от многотонной махины и что их не прибьет одним из тысяч случайно разлетающихся осколков. Выстрел из гранатомета для Тиэкс как щекотка, а вот придавить вертолетом так сразу открытый тазобедренный перелом. Устаревшая модель Т-800 в очередной раз доказывает, что новейшая модель Тиэкс полное фуфло. Но зато новейший киборг-убийца Тиэкс перед самой ликвидацией в состоянии выпучить глаза от страха. А Джон неплохо так опирается на левую ногу, которую вроде как Тиэкс сжала ему до нормального такого перелома. Куда вы подниметесь? Благодаря отличной работе 800-го единственный выход на поверхность уничтожен. И если здесь не имеется запасного выхода, то куковать вам тут до скончания времен. А твоей подруге, сказанные в твой адрес слова, придется взять обратно. После распространения ударной волны ни одно дерево не шелохнулось. И кстати, для максимального радиуса поражения современные ядерные ракеты должны детонировать в воздухе над городами. Коннор? Что вообще происходит? Кто у нас главный? Я главный. И все? Так просто стать лидером человечества? Всего-то нужно в нужный момент сказать по рации «Я главный»? Одно хоть радует, что в этот момент в бункере оказался именно Коннор, а не какой-нибудь там олень с расстройством головного мозга. Он безнадежен. Не щадили ни тебя, ни друзей. Кто останется жив, тот будет сильней. Ну а ты не скулил, просто верил в свое. Ведь возвысит свет твое ремесло.